Здравствуйте! Эфир продолжает экспертное мнение. Сегодня у нас необычный гость в студии. В республике проходят парадельфийские игры. И сегодня у нас в гостях Лидия Павловна Абрамова, президент национального парадельфийского комитета России и международный эксперт в области доступной среды. Лидия Павловна, здравствуйте! Добрый день! Действительно, для республики это такое большое, очень знаковое событие. Давайте напомним, кто к нам приехал, сколько человек, откуда на парадельфийские игры. Я думаю, что вторые международные парадельфийские игры – знаковое событие не только для республики, но и для сообщества инвалидов России и всего мира. Потому что 24 страны, 53 региона Российской Федерации принимают участие в международных парадельфийских играх. География очень обширна. Китай, Япония, Израиль, Венгрия, Монголия. Двое суток добирался Лас-Аргентина, потому что самолет почему-то приземлился в Риме. Потом были большие проблемы, вчера мы их благополучно встретили. Восемь видов искусств, 29 номинаций. Огромное количество мастер-классов, которые проводят выдающиеся деятели искусства и культуры. Они собирают большое количество не только участников парадельфийских игр, но и заинтересованных, и живчат. А вот, на ваш взгляд, Республика готова к таким необычным гостям, к такому необычному мероприятию? Вы знаете, я должна сказать, что Республика очень много сделала для того, чтобы игры прошли именно в вашем регионе, в Удмуртской Республике, в городе Ижевске. Во-первых, когда мы выбирали из четырех претендентов, почему выбор пал на Ижевск, потому что было очень много сделано на объектах культуры по доступности людей с различными нозологиями. Я очень часто бываю в регионах и за рубежом, и редкий случай, чтобы все театры были оборудованы индукционной петлей для людей с нарушением слуха. Это чтобы они слышали, те, кто пользуются слуховыми аппаратами, там, где индукционная петля подключена, они прекрасно слышат то, что происходит на сцене. Это редко. Второе. Мы провели огромную работу, которая за рамках фонда президентских грантов, который выиграл Парадельфийский комитет, это самый большой грант 2018 года, мы провели большую работу по подготовке персонала. Наша система сертификации, с которой общество слепых и Парадельфийский комитет работают еще с 2012 года, мы начали в период подготовки к паралимпийским играм в Сочи. И специалисты, в том числе и международные специалисты, исполнительный директор Парадельфийского комитета Наталья Крель, мы провели обучение более 2000 специалистов Удмуртской республики. Но начнем с того, что обучение прошли все министры, потому что все министры входят в оргкомитет, который возглавляет председатель правительства, я с Натальей Валерьевной только сопредседатели. Мы обучили всех ательеров, потому что очень разные методы работы и обращения с инвалидами различных нозологий. У нас ведь не только инвалиды по зрению, по слуху, инвалиды на колясках, у нас инвалиды вследствие психических расстройств, аутисты, ментальщики, то есть с ментальными нарушениями, извините, и к каждому свой подход. Было очень много сделано в области безбарьерной среды, я благодарна республике, значительные средства были выделены на то, чтобы зона проведения вторых международных парадельфийских игр была доступна для всех инвалидов. Это большой прорыв и самое главное, что мы заметили, что отмечают участники, приехавшие с различных стран и со всей России, это очень доброе, доброжелательное и предупредительное отношение живчан к участникам парадельфийских игр. Мы реализовали во время подготовки к парадельфийским играм уникальный проект доступности транспорта, который курсирует сегодня в зоне проведения парадельфийских игр. Мы получили запрос от колясочников, а мы тоже хотим, у нас проблемы при посадке в транспорт. Мы доработали нашу систему, и тогда были абонентские устройства, и когда инвалид на коляске вызывал нужный номер автобуса у водителя, зажигалось табло. Инвалид на коляске. Когда инвалид по зрению, зажигалось соответствующее табло у водителя, он уже знал, какого пассажира посадить в транспорт. В Ижевске мы пошли дальше по запросам продвинутых пользователей. Мы завели приложение смартфон, и сегодня для того, чтобы воспользоваться системой «Говорящий город» на транспорте парадельфийских игр, нужно просто отсканировать вот этот код, и сразу подключаешься к системе «Говорящий город». И я знаю, что вы уже снимали на телевидении. И я должна сказать, что у нас работают эксперты по доступной среде сегодня, которые смотрят всю доступную среду в зоне проведения игр. Это региональные эксперты, которые имеют соответствующие сертификаты, системы сертификации. Мне докладывают, что очень много сделано, очень много изменено по сравнению с тем, что было. Лидия Павловна, вот смотрите, много сделано, да, и вот этот вот «Говорящий город». Получается же, что это просто невероятно, да, такой рывок сделан, скачок у нас для нашего города. Это ведь все останется, это и люди, которые их обучили, да, и вот все вот эти приложения, которые появились. Это все будет работать или это только на неделю, пока вот... Ну, вообще-то транспорт, который обеспечен системой «Говорящий город», он остается в городе. Сейчас задача, чтобы расширить применение системы «Говорящий город» на территории не только Ижевска, но и всей Удмуртии. Ведь система «Говорящий город», если она подключается к объектам социальной сферы, она может вывести инвалида от его дома, довести до транспорта, выбрать номер маршрута, безопасно посадить в транспорт и довести до любого объекта. Очень большое, много объектов. 15 городов России уже подключены к системе «Говорящий город». Это Сбербанки, это райфэнзингбанки, это аптеки, это любые объекты социальной сферы. То есть я думаю, что вот это подарок наших производителей, это российская разработка. Наши производители Санкт-Петербурга сделали такой подарок парадельфийским играм, и это останется здесь. Второе, ведь цель что паралимпийских игр, что парадельфийских игр – наследие. Мы хотим, чтобы в регионе осталось, навсегда останется детский инклюзивный хор, который был создан в рамках подготовки к парадельфийским играм. Прекрасное выступление было на международной конференции «Стратегия развития социокультурной реабилитации», которая была посвящена столетию социальной службы в России, столетию медико-социальной экспертизы. Около 900 участников не только из России, но и из зарубежья выступил прекрасно этот хор, в который внедрили 60 детей с инвалидностью, начиная с трехлетнего возраста. Это останется в республике, это вот как наследие, и то, что сделано как пример по доступной среде в зоне проведения игр, уже нужно развивать дальше. И самое приятное, что на открытии игр, феерическое открытие, поверьте, я могу судить, Рио были бы десятые паралимпийские игры, но, к сожалению, наша команда не была допущена, но я была там. Это самое лучшее открытие за всю историю. Пожалуй, только Китай может сравниться, и Сочи — это зимние игры. То есть руководитель республики Александр Владимирович Бричалов что сказал? Что игры закончатся, но мы будем проводить свои парадельфийские игры в республике, чтобы подготовить участников для следующих международных парадельфийских игр. А где они пройдут? Пока по парадельфийским играм нет решения, но мы планируем провести состязание в области культуры и искусства детские уже в Новосибирске. Город Новосибирск в следующем году принимает детские игры. Как они будут называться, мы будем еще смотреть, потому что когда готовились мы к этим играм, огромный интерес детей с инвалидностью, их родителей. Нам удалось объединить все организации родителей детей-инвалидов в единую. И уже есть в ОРДИ Всероссийская организация детей-инвалидов. Следующий проект, который сегодня реализуется в рамках, во время проведения игр, это «Учим. Знаем». Открыто отделение, вы знаете, да, госпитальное отделение для детей, палеотивная медицина, то есть и эти дети участвуют у нас, но это не дети, а более взрослые, они участвуют у нас и с этим заболеванием в парадельфийских играх. То есть, ну и самое главное, что говорят, повернулось мышление по отношению к людям с инвалидностью. Город увидел, и республика увидела, и, ну, может быть, грубо сказать, чиновники. Я сама бывший чиновник, возглавляла соцзащиту в Иркутске. То есть повернулась вообще менталитет не только руководителей, специалистов, но и населения. То есть люди увидели, что это не абуза для государства, что это очень талантливо, потому что все мастер-классы, огромное количество мастер-классов, большая деловая программа. У нас еще будет большой международный форум в программе. То есть увидели равных, увидели талантливых, увидели небочайно, я бы сказала, гениальных людей из числа инвалидов. Это, наверное, самое главное. Вот ребятки, которые будут здесь замечены, отмечены, у них какая дальше судьба? Вы очень правильный вопрос задаете. Это тоже одна из задач парадельфийских игр. Я могу привести пример. Вчера мы подводили итоги и проводили мастер-класс, который проводил журнал «Русский колокол». Проводили два члена Интернационального союза писателей. Очень хороший был мастер-класс, но самое главное, что они отметили, что уникальные участники, гениальные участники, и они пообещали, что будут заниматься их продвижением и по вступлению в Интернациональный союз писателей, потому что он объединяет 40 стран. И пообещали, что их работы будут опубликованы в журнале «Русский колокол». Литературная газета поддержала наш конкурс. И вчера Интернациональный союз писателей вручил несколько дипломов самым выдающимся участникам. И было очень много вопросов. Такие мастер-классы проходят на каждой площадке. Что касается декоративно-прикладного искусства, вы не можете представить, сколько уникальных работ, талантливых работ. И мне было очень приятно, когда я увидела резчика по дереву, и я сразу узнала, а это, говорю, наш ученик Центра реабилитации слепых из Волоколамска, он в 2000 году обучился резьбе по дереву из Псковской области, уже давно открыл школу и обучает зрячих резчиков по дереву. Уникальные работы. И жюри говорит, а можно две первых премии, две вторых и две третьих? Нам очень сложно отобрать. И так в каждой номинации. Ну, я так понимаю, говорить об этом можно много, потому что действительно и людей много, и звезд ярких, талантливых, особенных людей много к нам. Теперь в Ижевск приехала. Я желаю удачи и конкурсу, и вашей команде, и участникам. Лидия Павловна, спасибо большое за ваше экспертное мнение. А мы будем ждать итогов парадельфийских игр. Всем удачи, спасибо и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин